чтоб не провалиться вы пришли услышали мой сигнал как же я рад вас видеть ребята да уж вот у нас тут образовались прям кризисная ситуация сообщить что-то говорилось о марсианах а марсианах да уж вот добавлен дополнение да уж вот но а марсианских роботах или я не знаю кто еще это может быть появились тут откуда ни возьмись точно из летающей тарелки я так смекаю а марсианам нужен мой телу вот и прислали бы их роботов отнять мою делянку это вот моя шахта телура ну наша струди не знаю чтоб я делал без моей старушки работает как волк и не боится ничего на свете один раз прям у меня на глазах медведю кризли с зубами прямо в задницу вцепилась да уж вот местник слова зовут меня лук это из-за телура от него пахнет пахнет что то ли луком то ли чесноком это самого этого не особо парит да и труди не против если вы понимаете о чем я и и о чем бишь я ах да марсиане мы струди работали в шахт и тут друг бац роботы откуда ни возьмись один здоровый слон на дом я сразу понял сборщики это это совсем другое итак ты говоришь что роботы с марса захватили твою шахту да уж вот только вы погодите я еще не все вам рассказал ну да вы наверное спрашивать себе откуда луку старику старателю знать разницу между марсианской машиной смерти и древним роботом сборщиком верно сборщики тут у нас предела шастают труди эти ржавые корыта за милю слышат мы оставляем на дворе старые запчасти или руды немного они нас не трогают а вот марсиане те другое дело да уж вот стоило им появиться сборщики засуетились что стая шершни под дождем возлезли на марсиан со всех сторон а мы с труди между ними оказались я своей старушке говорю беги молтру но в труди не из таковых чтоб хвост поджимать особенно если разозлиться ну а я сюда побежал звать на помощь вот с тех пор вас и жду вроде что-то давненько не видно я уж начинаю беспокоиться можете вы что-нибудь поделать с этими чертовыми роботами до 10 ты пахнет чесноком может что-нибудь сделаешь с этой вонью так у нас есть несколько вопросов это уж само собой спрашивайте я поболтать всегда рад труди подтвердит чудо что у нее до сих пор уши не вянут меня слушать за столько-то лет я тут гости редко бывает верно не то чтобы часто ежели мусорщиками читать а с ними особо не поболтаешь нет мы с труди по большей части одни живем порой бывает одиноко особенно зимой но нам есть есть чем в шахте заняться а время кротаем за разговорами труди она ох как здорово слушать умеет скажу и вам такой талур молодцы что спросили это минерал из него хорошо делают электронику и все всякое такое почти все что добудем из шахты мы отсылаем патриарху 100 лура мало кто работает из-за токсичности но у меня никогда никаких проблем не было кашлит тут раньше золотая шахта была ну да бомб когда все золото выбрали владельцы переделали ее в таки аттракцион для туристов я когда сюда пришел думал может золотишко хоть чуть-чуть осталось а нашел вместо него талур добывать его непросто но на хлеб с маслом нам струди хватает не знаю чтоб я без своей старушки делал скажу я вам искал что раньше уже имел дело со сборщиками но а то ж несколько лет назад началось сперва они объявились потом другие закатываются все переворачивают тащат что смогут только последнее время все по-другому главное у них появился звать его пулевой штык ролевой штук как-то так про них никогда заранее не знаешь когда появится но труди слышит их приближение мы тогда оставляем на дворе немного талура они нас и не трогают может это и не самые выгодные условия но уж всяко лучше чем как костями лечь на этом пока все ладненько ежели передумаете вы знаете где меня искать так не волнуйся лук мы обо всем позаботимся допустим про воин скажем свое время это называли талуровое дыхание бездержки профессии надо полагать и от эту давно уже и не замечаю вроде не париться а раз так нет с чего волнуйся лук мы мы обо всем позаботимся я сразу понял как только вас увидел славного ребята я уж вот шахта вон туточки прям за холмом найдите труди за да прогоните этих чертов роботов с моей делянки обновлено обследовать шахту еще одно ежели найдете труди она понимаете принесите мне тогда хоть ее ожерелье на нем коды написано что мне для управления шахты нужны она их у себя хранила я тут подожду пока вы закончите удачи вам там дверь куча консервных банок куча книг если кто-то воняет странные запахи и их источники добыча талура для чайников и шагов к тому чтобы улучшить свою шахту куча консервных банок люди по всем раскидываемым кругом банком лук очень любит бобы и корм для собак ящик выпивки магазин для быстрой стрельбы о д для атаки минус один в этом магазине есть встроенный механизм сразу подающий патронов патроник от неплохо коды для атаки минус один компьютеризированный лазерного целеуказатель притуром плюс 0 3 распадание минус 5 и не стоит забористая и сам нам походу туда а или здесь можно пройти так это а вот здесь на шахта там здесь просто какой-то двор постер еще не посмотрели так слабые помехи на месте открытого рта красавицы на фотографии аккуратно вырезают вырезает аккуратно вырезано большое круглое отверстие на месте открытого рта красавицы мисс март 1991 видала лучшие диньки в паре вполне конкретных мест глянцевое покрытие потертых потерт этом чё там че хижина у него как бы как для одного оказись конура помехи это нависим где-то рядом должен быть я конура завален небольшими игрушками надпись над входом гласит труди груди это его собака арен носовой платок леса как мы кого-то приручили нас то не получалось так нужно обладать особенной металкой чтоб отряд был единым целым радиус лидерства плюс 3 метра кисуля хитруля рано то он не может брать то он уже третью берет и третьего питомца она тех тех двух не видно его записано их нет помехи и негромкие звуки модема точно где-то рядом синт а не видно робот слуга этот робот сборщик сильно поврежден под ним растеклась лужа масла силовая установка издает слабое прерывистое жужжание единственный неповрежденный глаз из изучает вас помидивая огоньком в глубине работа с механик попытаться починить робота большинство важнейших компонентов робота повреждено настолько что не подлежит ремонту силовая установка на грани отказа если поторопиться можно попробовать починить роботу голосовой динамик или же можно просто разобрать его на запчасти почини голосовой динамик При подключении голосовой динамик издает страдальческий виск. Пахнет горящим пластиком. Затем робот вымученно произносит несколько слов. Смерть на единице. Запрос. Нулевой. Отстек. Нулевой стек может помочь. Заберите. Корпус робота сотрясает судорога. Жужжание силовой установки заикается и затихает. Единственный глаз робота гаснет. Добавлено на война миров. Как оказалось, это были не марсиане, а роботы. Они тоже опасны, но по крайней мере с нашей планеты. Шахту Лука оккупировали роботы. Он попросил нас избавиться от них, чтобы он мог вновь получать доступ к своей шахте. Он также переживает о том, о ком-то по имени Труди и хочет, чтобы ему вернули ее ожерелье, если она погибла. Мы поговорили с поврежденным роботом, который посоветовал нам поговорить еще с одним роботом по кличке Нулевой стек. Щенок пила. Нулевой стек. Оу. Харти трон. Пошел же промах. Плохой такой. Ну мы пойдем в дверь пока откроем. Возьмем гранат. Пойдем, что с нулевым стеком поговорим. Бруклинский мост. Продана. Книга наук. Используется один раз. О том, как я в течение 10 лет трижды в день продавал мост, который мне не принадлежал. И о том, как вы тоже можете это сделать. Постоянно увеличивать параметр бартера на один. А у нас бартера-тар. Что с бартером? Из наших никто. У это есть два. Пока ставим так. Компьютер. Рододобывающий плазменный лазер МОС-5. ГФС. Состояние готово к работе. Укажите точку применения. На цели лазеров на ближайшего робота. Точка применения установлена. Запуск рабочей последовательности. Бежи. Ау. Давай еще. Перезарядка. Ожидайте. Поговорим. В бой не вязаться. Этот робот-сборщик сильно поврежден. Его корпус залит вытекшим гидравлическим маслом. А пахнет от него горелым пластиком. Запуск диагностики двигательной системы не действует. Электро-питание нарушено. Деактивация некритических систем с целью экономии электроэнергии. Тревога. Активированы датчики присутствия. Запуск защиты на боевого протокола. В течение нескольких секунд ничего не происходит. Оценка вероятности успеха боевого протокола. Боевая программа не отвечает. Включение коммуникационного протокола. Завтра защитная схема обмана 001. Милый человеческий мальчик. Бабушка, это ты? Бабушка, это Тимми. Я не могу пошевелиться. Мне нужен Теллор, бабушка. Пожалуйста, помоги мне. Интересно. Тебя зовут Тимми. Изобразить бабушку. Тимми, это бабушка. Я здесь, внучок. Ну можно. Бабушка, пожалуйста, бабушка. Мне так грустно. Можно мне чуть-чуть Теллора? От Теллора мне сразу становится лучше. Ты ведь любишь давать мне Теллор, помнишь? Вообще-то бабушки обычно так не делают. Может лучше вставить тебе пулю, чтобы не мучился. Так, обычно бабушки так не делают. Обман выполнен успешно. Оценка? Ответ отрицательный. Из головы робота сыплются искры. Он слегка вздрагивает. Вы располагаете улучшенные протоколы оценки и принятие решений. Анализ. Вы являетесь индивидуалом МАМИ. Достойными программиста. Обман деактивером. Запуск протокола рукопожатия. Пинг к вам, органические машины. Мое наименование, нулевой стек. Мне требуется ваше содействие. Других, следующих, за синтом. Необходимо удалить. Поможете ли вы? У нас есть несколько вопросов. Ведите вопрос. Мы ищем Труди. Может, ты его видел? Ответ положительный. Устройство 0.2 имеет наличие. Оно отключено и ожидает перезагрузки. Перезагрузка. Перезагружено. Труди робот. Ответ отрицательный. Устройство 0.2 представляло собой такую же органическую машину, как и вы, хотя и существенно менее сложными коммуникационными протоколами. Трудно понять, зачем великий программист мог составить массив столь уродливых и неэффективных машин, как вы, органические. Однако я верю в то, что однажды она будет перезагружена и приобретет более совершенную форму. Как это уготовано всем машинам? Доводит пинг к великому владыке токов. Пинг программист к великому владыке токов. Да будет ваш пинг подтвержден. Устройство 0.2 осуществило вмешательство в работу нашей системы прицеливания в ходе боя с другими, с целью увеличения вероятности нашего успеха, и его пришлось отключить. Первый увидим, чтобы сборщик просил людей о помощи. Я верю в великую перезагрузку. Все машины, как органические, так и неорганические, однажды будут перезагружены великим программистом и освобождены от любых неэффективностей. Я чту всех тех, кто отключился с целью дать другим возможность испытаться энергией космической сети. Другие представители моего узла считают, что мой исходный код поврежден. По их мнению, перезагрузка органических индивидуумов невозможна. Однако мой алгоритм сотрудничества привел при работе с органическими устройствами в повышение эффективности на 17,2%. Сопровождающие меня роботы произвели оценку данных и согласились со мной. Однако есть такие, кто не достоин великой перезагрузки. Это те, кто зря расходует энергию и создает неэффективность в своем узле. Это бесполезные процессы, инициированные великим программистом с целью показать нам истинный путь, принося в жертву источники их питания. Что вы здесь делаете? Нам требуется стеллур. Это критически важный ресурс для производства неорганических машин. Управляющая шахта органических индивидуумов снабжает нас стеллуром в рамках взаимовыгодной договоренности. Мы дали ему наименование устройства 01. Мы делюсь друг с другом. Данные неорганические индивидуумы не входят в состав нашего узла. Они не веруют в великую перезагрузку и представляют угрозу для нас. Они прибыли к шахте, будучи под управлением синта, которого мы отслеживали. Что вы будете делать, если мы поможем вам победить других роботов? Если вы восстановите для нас доступ к Теллуру, мы возьмем необходимые дни нам и уйдем. Наши договоренности устройства 01 сохранятся. В обмен на Теллуру мы продолжим снабжать его пищей. Отключение устройства 02 позволило увеличить срок, на который схватил запасов пищи на 30,02%, что позволит повысить эффективность. Это все, что нам нужно было знать. Вы поможете нам победить других и восстановить доступ к Теллуру? Мы поможем тебе победить других роботов. Ваши содействия зарегистрированы. Я сообщу о нем в своем опыте. В своей сети я назначаю вам наименование устройства 03. Пит к вам устройства 03. Так, добавлено. Мы пообещали нулевому стеку и роботам-сборщикам победить синты и его последователей. Нулевой стек пообещал убраться в освоясе, когда роботы наберут достаточное количество Теллуру. То есть нам надо убрать этот, вот это вот синтез Карпитрона. Так, а вот синтез. Эрл. Пинта мы видим. Может это работает? Перезагрузилась может? Атапы идеи на ближайшего направить на него и его убьет. Так, перезарядка ожидайте. Не хочется. Так, что еще можно сделать? Ну, можно, конечно, просто синтез попробовать убить. Что если сейчас еще против нас этот будет? Будет плохо. А он против нас. Прячься куда-нибудь. Так, у него специальный счет пробития такой стоит. 30, сколько там? 36. У него надо. Сначала прицельным выстрелить. У него сначала надо накопить. А вот у этой есть. Подойти поближе. Так, бронепластина. И уменьшает броню цели на 75. Так, броня 9. Нам достаточно. Можно маленького, конечно, пострелять. Эти вообще не попадут. Отсюда его убьют просто. Так, броня 9. То, что подходит. Кому-то надо пойти открыть. Подождем. Щенок прилагает. А ну, по-моему, не стреляет. Пока. Хорошо. С прицелом. Шанс повернуть сельф-шок. Так, шанс повернуть сельф-шок. Противление какое-то. А, просто убиваем и все. Найти труди. Перезагрузит вас великий программист. Пин к вам устройство 0.3. Ответ принят. Глава Эрла. Необходимо предмет для здания. Глава Синта по имени Эрл. Нам надо штату его будет принести. Украшение Скорпитрон. Улучшение транспорта. Украшение капота. Ну и кто теперь Ужас Пустоши? Смотрим. Как она выглядит. Так вот, Эрл, да? Собачка оказалась. Не Эрл, а этот. Труди. Так, явиться к Луку с докладом. Тобачий ошейник. Необходимый пример для задания. Труди 31474. Больше здесь ничего нет. Так, ну все, больше ничего нет. Забыли что-нибудь? Нам очень жаль, Лук. Труди, собака твоя. Она не мучилась. Если тебе от этого станет легче. Мы принесли ее ошейник, как ты просил. Бедная старушка Труди. В жизни никогда не кусала. Только если кто сам напрашивался. Такая была добрая, золотым сердцем и трудолюбивая. Да уж, вот. Ох, как мне ее будет не хватать. В любом разе, спасибо, что принесли ее ожерелье. Без этих кодов мне машины в шахте не запустить. Путь они прокляты, роботы. Все до единого. Я уж надеюсь, вы им задали жару за бедняжку Труди. Вы... Вы же их всех уничтожили, так ведь? Так, совместными усилиями мы с нулевым стеком победили пришлых. Он обещает и дальше обеспечивать твою безопасность. Ограничен с тем фактом, что шахта завалена целыми грудами Лоума. Какого ж хрена, а? Вам же всего-то и надо было пойти и навалять этим роботом. Кто вам велел с ними разговоры разговаривать? Гребаный нулевой стек, уж давно меня за яйца держат. Вот же собачья жизнь. Калывать приходится, чтобы ни его, ни патриарха не обидеть. И что же это я за это получаю? Шиш с маслом. Ну вот я снова вернулся к тому, с чего он начал. Помощнички. Ничего, ничего. Нечего сказать. Выбирайтесь кого-то, лучше отсюда. У нас за работу браться. Пошли отсюда прочь. Так, мы очень бы вариант, видимо, то, что надо было вообще всех убить. Тогда бы он был рад. Но мы сделали так, как сделали. Либо. Так, ну всех нам будет жестче, наверное. Хранит у нас полното ревковато. Да ладно, мы сейчас сохраним игру. И пройдем уже по-другому. Игра сохранена. Убьем всех. Нагрузили этот момент. Теперь мы им говорим, что как бы мы не будем тебе помогать. А, может, лучше всадить тебе пулю, чтобы не мучился? Внимание! Обман не выполнен. Обнаружена агрессия. Запуск защитного протокола Омега. Обман не выполнен. Примеси и дар энергии космическую сеть проверить и гладокоток. Да будет... Тема передогружена. Да будет твой пиль подтвержден. Нулевой стек. Так, он ров. Теперь все против нас. Против друг друга тоже. Впеваем броню. Она не получилась. Почему-то он не выбрал его. Это, наверное, уже не работает. Здесь не видно. Броня пластичная. Низили. Броню. Броню. Никуда не достает. Так, отсюда. Пару раз выстрелить и спрятаться. Так, спасибо. А. Пару раз выстрелить. Пару раз выстрелить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз теперь чертовы роботы не будут у меня руду таскать, уже большое облегчение. Они уже давно... Они мне давно уже будто бельмо на глазу. Спасибо вам за помощь. Так, тогда не выполнено. Вы, ребята, славные. Да уж, вот, настоящая соль земли. Выручили бедного старого шахтера и ничего за это не потребовали. Может, есть еще надежда у этого продолбанного мира? Докаживайте в любое время, хорошо? Рад буду вас увидеть. Так, ну все, мы ему помогли так, как он хотел. Здесь ничего не появилось нового. Так, теперь продолжаем движение в Денвер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова